Друзья, мы напоминаем, что сегодня весь Казахстан отмечает национальный праздник, День Республики. Наверное, в каждом городе обязательно есть главное место, где проходят все самые значимые мероприятия, которые тоже посвящены нашей республике. Ну и, конечно, мы говорим о площади республики. И сейчас наша корреспондент Дельнара Дельнула расскажет очень интересные факты и, главное, о площади нашего города. В каждом крупном городе есть свой центр. И в Алматы таким центром является площадь республики. Это самая большая площадь в городе. Ее размер примерно как два стадиона. 580 метров в длину и 210 метров в ширину. Именно здесь каждый год проходят народные гуляния, парады, торжественные и спортивные мероприятия. Менялись названия площади, строили здания. Вокруг вырастали скверы, фонтаны и бассейны. А площадь оставалась. Казахстан. Это было засажено большим количеством разнообразных деревьев. В 1981 году кунаев и партийные работники посадили 70 теньшанских елей вдоль пешеходной зоны. А в 1992 году здесь, на площади, впервые отметили самый главный и самый любимый праздник народа – праздник Наурыз. Ежегодно 22 марта с утра до полуночи тысячи алматинцев выходили на площадь, чтобы отметить национальный праздник Наурыз. Парады в честь 50-летия победы во Второй мировой войне и пятилетия независимости Казахстана также проходили на этой площади в 1995 и 1996 годах. Ранее территория имела статус государственного памятника архитектуры и градостроительства, а в 2015 году внесен в государственный список памятников истории и культуры местного значения города Алматы. А главной достопримечательностью площади республики является монумент независимости, который создавался командой под чутким руководством Шоты Балиханова. Этот памятник, как и Байтирек в Астане, служит символом современного Казахстана. Центром композиции монумента независимости выступает 28-метровая стела легендарного золотого человека, под ногами которого летит крылатый барс. В композицию монумента входят и другие интересные элементы – двое детей на жеребятах, символизирующие молодость и надежды на светлое будущее казахского государства, а также символические фигуры отца и матери. Кроме того, вокруг стелы располагаются 10 барельефов, на которых коротко изложены основные вехи истории Казахстана. Площадь республики облагорожена ухоженными скверами и цветами. Живописная, благоустроенная площадь является любимым местом для прогулок не только алматинцев, но и гостей нашего города. Смотрите все выпуски Танго Студио здесь. Продолжение следует...